всех приветствую мои родные любимые сердце моего дорогие христолюбчики и братцы и сестры христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго и светлого и чистого и радостного вашей жизни в сердца в души в умы просвечили просветление да в дома всеми чтобы все было хорошо во вся сфера вашей жизни в работу учебу что все вас было хорошо я вам напоминаю что мы с вами продолжаем цикл видео проповедей лекции монологов моих о йоге во христе или йога глазами христианина христолюбца началось все с вопроса елены как я отношусь к практике йоги и могут ли по моему мнению христиане заниматься восточным искусством на эти вопросы мы и будем отвечать в течение каждого видео из этой серии сегодня мы с вами подошли к четвертому шажочку по 2 ступени по второй степени йоги это не яме и сегодня мы с вами говорим о астики твердая вера что же это за такая твердая вера давайте почитаем астики вера веды что такое веды веды это знание откровение священное писание гуру то есть почти на лицо отец дяди старшие родственники и особенно учитель наставник в йоге духовный учитель то есть вера в писание и учителя и всех просветленных святых вера в не им а в них и им тут как угодно да получается просветленных святых и мудрецов прошлого и будущего эта вера должна прилежно взращиваться следует освободить собственный ум от выискивание пороков души постоянных сомнений и неверия серьезный серьезный практикующий должен веровать в духовные достижения древних маха йогов и маха джани джняни для того чтобы развивать веру в свои личные качества для достижения подобных духовных высот приверженность школе очень необходима для духовного и 2 приверженность школе очень необходима для духовного прогресса садхаки но ученика одна из важнейших заповедей неям что хочешь сказать по этому поводу вы знаете что мне это напоминает все что мы с вами прочитали автодоксальное псевдо христианство православие с протестантизмом да и в принципе протестантское псевдо христианство да я не знаю точно конечно правильно я понимаю то что мы прочитали поэтому я говорю за то что я понимаю может быть какой-нибудь йог мне скажет и все неправильно понял мы немножко другом говорим ну то что я прочитал из услышанного я из прочитанного я у себя в сердце услышал такие слова до слепое поклонение да то есть очень похоже на ортодоксию кто знает во первых начинаем по порядку разбирать то что мы с вами прочитали вера в писании что такое вера в писании кто знает я как христианин а кто не знает может быть впервые смотрят ролик я как христианин проповедую чтобы библию никогда не называли слова божьим ибо она им не является при этом я христианин частью библии который является одной из писаний под названием евангелие то есть история о бога воплощение о жизни учения бога пришедшего во плоти иисуса христа но при этом вся библия она так и называется это точно так же как мы сейчас с вами читаем очень много непонятных непереведенных санскритского слов точно также библия для русско говорящего человека просто непереведенное слово и обозначает она писание я даже не священные писания а просто писание просто бумажки писание сборник библиотека есть русское слово очень хорошее чтобы было понятно что такое библия библиотека это собрание множество книг собрание писание сборник или одним словом писания одним словом книги на ней никто даже не додумался в принципе написать священные писания священные тексты или уж я не говорю слово божье или нерушимый авторитет разве вы читаете такое на обложке библии так называемый библия то лишь сборник это вот вот тележка хотите дом шкаф как говорят есть где у тебя библиотека где у тебя шкаф где стоят книги в библии есть каждая книга и каждая книга отдельно уникальная и порой очень нехорошие из книги в той же самой библии да есть в библии книги в которых ни единого слова божие нет я всегда говорю на каком основании вы ее называете словом божиим а из книги которые так и начинаются со слов слова проповедника экклезиаста да автор не пытается выдавать свои слова за слова божьи он прямо называет это писание своим словом словом проповедника здесь тоже самое я не знаю что подразумевается в йоге вера в писание до вера в веды что значит вера слепая вера или что это значит максимум во что можно вот я во что верю в библию все мы конечно что эти писания были когда-то кем-то написано не ж до меня дошли может быть они были вчера за углом каком-нибудь кабаке написаны я не знаю да я могу верить в их историческую верить или не верить в их историческую какую-то подлинность достоверность тех времен авторсток кому ему приписывают но все что написано внутри я в это уже не верю но вернее тоже там могу верить в определенные события верить или не верить это что касается вообще так скажем событий которые в принципе можно сказать до лампочки были мне до лампочки были они или не были да и от того что я поверю в то что они были или не буду верить в то что они были да то есть не буду верить в их не существование это никак не повлияет на мое совершенство на мою святость на изменение моей грешной допустим жизни в святую да а вот другой вопрос верить тому или нет что там написано все что связано с моей жизнью семья человек не важно кто этот был автор призывает к чему-то хорошему до раскается в каких-то злых делах и призывает к святой жизни какая мне разница кто это написал и когда и что значит верить я в это не верю я просто слышу этот голос слышу это слово читаю это слово и принимаю его я не верю я понимаю что это истина что правда и это что я при приму свое сердце и реализую в своей жизни сделает меня счастливым об этом говорил бог пришедший во плоти иисус христос я не верю в это я просто принимаю это поэтому что значит вот верить это то что я принимал даже даже читая в евангелии якобы слова иисуса христа хотя только верю что это все абсолютно слова иисуса христа хотя есть у каждого почти христианина на разные места писания даже евангелия сомнения в некоторых словах некоторых поступках так ли все это было все ли это приписали иисусу правильно или ту же сказали мы с вами христиане 21 века 2000 лет прошло все писания прошли что глубокие сито и жесткие сито псевдо христианских культов таких как православие католицизм протестантизм да так во что верить то вот конечно же если йоги подразумевает и югизм подразумевает какую-то слепую веру в какой-то определенный и всему что там написано что все это должен исполнять в какой-то сборник да то же самое собрание каких-то священных текстов под названием веды да или что неважно мне гуру передал гуру может их сам даже написал да или ты его его учитель написал и он теперь хранит как святыню и передает своим ученикам то что значит вера если вы если если югизм подразумевает вот такую слепую веру в писание я то я конечно же против как человека христианин как человек стремящийся совершенству из всего надо еще библию кто знает я словами иисуса называю полем с плевелами пшеницами как и все в нашей жизни естественно должны ко всему подходить с рассуждением и все что доброе хорошее светлое то есть пшеницу мы должны собирать в сокровищницу сердца своего и реализовывать взращивать своей жизни все что плохое все что плевелы все что негодное мы должны выкидывать и сжигать огнем неугасимым и евангельским языком выражаюсь просто вот и все а если подразумевается какая-то слепая вера что все что там написано может быть какие-то практики и советы я их не подвергаю сомнений я их не анализирую я их притворяя в своей жизни вижу что мне это не полезно или что это вообще несет зло может быть да такая практика такие заповеди исполняя которые я становлюсь еще хуже я что должен продолжать верить в ихнюю святость несмотря на то что всем своим существом и всей своей практикой моя жизнь показывает обратное если это так то конечно же я с югизмом не согласен и другим ни в коем случае не рекомендую этим заниматься тоже самое вера гуру опять же слепая вера в человека слепая да я против такой веры ты не веришь ты видишь человека что значит верить в гуру или верить гуру потому что там просто это верить в подразумевается не знаю кого тут опять подгуру то ли это божественная сущность они порой имеют божественного учителя вот это высшее я то ли своего учителя да если подразумевается вера в бога ну давайте вот еще на сайте посмотрим ну нет тут они не божественная подразумеваетесь гуру как мы с вами принципе прочитали просто решил еще раз это почтенное лицо отец дядя старший родственник особо учителя наставник в йоге духовный учитель вы знаете что как христианин могу сказать словами иисуса что кто даже больше возлюбит отца или мать кто что враги домашние его что значит просто если это мой отец даже до родной который родил меня по плоти говорит мне творить зло у детей есть родители вообще не то что там какие-то сомнительные поступки делают прямо зло творят да там убийцы воры грабители мошенники да что значит если мне этот отец будет то же самое к меня козлу пододвигать а тоже должен уверить тут вот так написано неоднозначно то ли то ли тут не раскрыта тема потому что конечно если это такая вера да то то это конечно глупость ни в коем случае этому следовать нельзя конечно же если люди скажут нет речь идет о почтенном гуру там почтенном лице как было написано да то есть человек достойный ну что значит достойный человек сегодня я увидел этого человека первый раз на улице да или вот но я знаю что есть какой-то учитель пошел к нему до живу с ним может быть даже остался с ним жить там день два три живу увижу как живет этот человек 5 10 месяц и через год вскрывается или этот гуру меняется у нас у всех это происходит да он достиг как он считает что-то больше он искренне стремится к совершенству а может он действительно во что-то свалился и что значит вера в гуру я должен продолжать поступать я буду поступать так как поступает мой гуру мой учитель я что должен буду вместе с ним в отвалиться поэтому что значит вера в гуру и гуру конечно же я сам это всегда говорил и по образу учения сус христа что конечно же если ты приходишь к учителю видя в каких-то добродетелях ты же сам считаешь это добро видишь что человек в этом добре достиг совершенства в этом мастерстве но мы в частности говорим о просто духовность я вообще святости человека духовных материях да я сюда пример привожу более приземленный чтобы было понятно да ты видишь человек супер что-то делает ну строит дом кладет кирпич на естественно идешь к нему в ученики и все советы какие он тебе дает порой может быть даже тебе сначала кажется несуразные и не относящиеся к делу он тебе говорит там делай что-то вот так вот там да намазывай как-то там не знаю мешай вот так раствор что не понимаешь какое отношение мешание раствора определенной качественной консистенции зависит как кладки кирпича он тигр делай ты потом узнаешь ты потом действительно понимаешь что того какой правильный раствор ты намесил сделать эту смесь растворную да у тебя и кладка то от этого очень хорошая у тебя там швы очень хорошо растирать их да то есть ты потом понимаешь зачем все это было зачем надо что-то так складывать или предварительно какая-то подготовка что-то там померить разметить да сначала ты не понимаешь так что это надо просто тупо положить кирпич оказывается нет то есть конечно же это пришел к учителю в этом плане и ты видишь что он действительно в чем-то достиг совершенства да ты учишься безмолвно я тут согласен но естественный игру если в югизме подразумевают что ты так до конца следуешь своему учителю вслепую вот при том условии что игра одно дело в чем-то одном-то увидел и другое дело что-то потом ты увидел не состыковывается у тебя да или он на претензиях того что он умеет класть кирпич говорит я тебе и на пианино научу играть хотя сам никогда не играл здесь тоже самое что значит гурту пришел учиться определенным вещам когда ты увидел вещи которые не состыковываются что это значит да вот вообще вот это отношение гуру ну я не буду латовый выражаться даже не помню как ученик по-санскритски учили ученик учитель я уже много раз говорил речь не идет общение каком превозношении мы можем и должны общаться как друзья вы у друзей спрашивали слушай как ты там вот это сделали сделай мне это да у тебя друг там какой-то профессии обладает это не значит он стал для тебя учителем ты спрашиваешь интересуешься он тебя может быть даже учишь не просто решили сделать слушай а научи меня как ты там это делаешь ты знаешь что он программист и ты к нему обращаешься с этим вопросом тебе что-то надо по компьютеру миллион хорошего пользователя да или он там видео монтажер на я что-то ближе к своему сейчас беру да как блогер это обращаешься кому-то дело не в том что он для тебя стал стал каким-то божественным учителем ты просто просишь человека обучить тебя тем знанием которыми он владеет действительно может быть даже в совершенстве так скажем близко к совершенству да допустим вот это не говорит о каком превозношении что ты завтра не можешь сказать этому другу человек что если он где-то что-то сделал не так это я уж молчу про то что у тебя чему то есть так же учиться завтра ты для него учитель да потому что мы разные и каждый в чем-то своем прекрасен и достигает каких-то высот возьмем бытовых то же самое почему я говорю возьмем духовное да этот ученик может быть выше своего гуру вот а если они просто молятся на гуру что он прошел якобы все восемь ступеней во всех добродетелях превзошел совершенство причем этой игры не разглядеть действительно ни за день ни за два ни за три потому что человеческая жизнь достаточно многогранна и чтобы увидеть внутреннюю сущность человека нужны дела увидеть этого человека чтобы познать что действительно тоже делает проявление моей внутренней сущности то у тебя на это может быть просто не быть определенного времени обстоятельств и так далее и поэтому ты не обязан слепо верить в этого гуру вот так вот поэтому но я при все так по ощущениям конечно что югизм близок вот в этом плане я рук ортодоксальном и протестантском псевдо христианство что ты просто тупо слепу слепо следуешь своему учителю во всем неважно ты еще и знаешь одно дело ты видел я ручу еще раз повторюсь в чем он достиг совершенстве ты это уже видел через дела точно так же как ты любого мастера и ждал он коттедж стоит его руками построенный дом ты знаешь что сделал он в этом он знает и и знает дело свое также этот гуру да ты что-то видел естественно если он живет под открытым небом ты понимаешь что он достиг в добродетели нестяжания совершенстве как-то живет у него как-то устроен быт да он как-то кормится он как-то пропитается ты приходишь научи меня нестяжательство да но если ты еще не видел как он себя ведет там с людьми да какие у него знания познания так далее ты можешь не даже не общался да ты можешь научиться нестяжание но может быть вообще абсолютный дуб в остальных вопросах он просто настолько наивен и про что она решила всего отречься и живет под открытым небом да ну ты спрощена какой-нибудь любой более глубокий вопрос он ничего не знает поэтому тут все такое знаете я против всех систем против каких-то регалий против каких-то званий и должностей и так далее вот гуру вот он закончил семинарию вот он профессор там ну что это ничего не значит ровным счетом это чьи-то оценки которые с которыми я могу просто тоже быть не согласен и не в теории не уж говоря о том что может быть в практике совершенно расходятся дальше пишет автор на этом сайте и и вера во всех просветленных святых мудрецов прошлого и будущего что это тоже такое я вот кто знает как отношусь к ортодоксальному псевдо христианству православию ктолицизму что значит вера в этих святых мне на каких-то бумажках кто-то какая-то секта причем гремучий причем с такой замарок замаранной и за запачканной репутации вплоть до крови убийства всех не согласны с ними я должен верить в то что мне написали в их каких-то святых вообще начиная с того что вообще в их существование потом уверен в то жизнеописание который якобы кто-то это секта там написала отфильтровала даже неважно кто написал потом еще системы даже написаны своим адептом какое-то житие еще и отшлифовала там а отредактировал что неугодное убрала что угодное добавила во что я должен верить ну про будущее вообще молчу это загон какой-то как всегда юргический да все во всем верить каких-то мудрецов будущего что мне верить мудрецов будущего я должен могу верить только в мудрецов прошлого мудрецов настоящего не надо верить я их вижу тут я вот эта фраза вообще не понимаю по поводу веры во всех этих святых прошлого это вообще большой вопрос это вера должна прилежно взращиваться еще более того видите как я должны все взращивать следует освободить собственный ум от изысканий пороков души постоянных сомнений и неверия я не согласен полностью здесь с йогическим мировоззрением вы знаете сомнение человека она вообще в человеке нету плохой плохого чувства плохой природы вся человека она от бога она совершенно вопрос куда мы это направляем вы знаете сомнение может конечно сыграть с человеком и плохую как говорят злую шутку плохое дело сделать а может и хорошее чеки нет ничего плохого самом себе вопрос на что направляет и вы знаете нормальный человек мне кажется даст совет сомневаться как раз во всем да ты должен это я не имею что-то вечный сомневаться и колебаться немножко разные вещи тоже да вот и одно дело когда в тебе просто происходит колебание ты их также анализируешь так и думаешь нет это от лука в это вот просто мне не нужно да другое дело когда ты искренне у тебя вот это чаша сомнений переваливает ты действительно то 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 видишь и все больше больше в чем-то усомневаешься в реальности в правдивости чего-то и так далее да то конечно же что значит надо освободить полностью ум от сомнений ни в коем случае сама природа сомнений она нормально ты подвергаешь все как говорят сомнению подвергаешь все анализу подвергаешь все критики вот это освобождение ума полностью от каких-либо сомнений да просто взять и априори поставить себе вот такие вот не знаю как правильно назвать какие-то кирпичи сложить палки втыкнуть что все вот я вот здесь стою и не могу иначе это это все абсолютно неверно да понятно каждый день терзаться когда ты сам в это веришь ты это знаешь ты признаешь у нас мысли то не только свои рождаются есть кто знает и пришел к тывани справа слева есть люди которые будут тебя с какого-то пути пытаться столкнуть естественно ты слушаешь у тебя как будто раз сомнения закрадываются но человек то это высшее я это высший дух он это либо отбрасывает ли принимать так отбросить это все это когда вы сами же анализом понимаете что нет да вот мало чего он говорит я верил действительно в другое да все мое существо верит в другое все мое внутреннее чувство кричит духу моему я что нет вот это все правильно вот так вот живи и поступай а просто так избавиться что от природы сомнений практически тут так что ли звучит я считаю что это абсолютно неправильно серьезный практикующий должен веровать в духовные достижения древних маха йогов ну вот я говорю ну что значит что эта фраза такая должен веровать но вначале я может первый раз прочитал я вроде как поверил да потом я вижу что никто из этих так называемых современных учителей почему-то это реализовывать в своей жизни не может он только рассказывает мне сказки да и дает вот эти вот жития что якобы вот они этого достигали а ты сам достиг ты можешь мне передать эти знания и что значит я должен веровать я может верю может быть нет что значит должен это может быть действительно сказка какая-то да не не воплотимое в реальности да вообще слова вот эти должен не должен веришь хорошо принимает твое внутреннее сердце то что ты узнал какую считаешь это истинно хорошо следуй за ней нет ты ты сегодня познал что это не истинная часть того что знал оказалось ложью или еще что то слушайте но если ты узнаешь реальный факт достоверный того что это была ложь что тебе втюхали туфту ты что останешься продолжать верить в это но я считаю глупец останется умный человек проанализирует сделает выводы и пойдет дальше так что вот так вот ну и вот приверженность школе очень необходимо для духовного прогресса ученика одна из важнейших заповедей ну и по поводу до школы системы вот системы да не важно то там я православный приверженность православия католик я протестант я там йох такой-то школы нет естественно на тот момент когда ты идешь ты либо веришь во что ты поэтому и живешь так тебе это нравится это принимаешь но если ты усомнился должен оставить все это единственный кратчайший верный путь к богу к истине к совершенству к святости это следовать самому себе иисус об этом прямо сказал в заповедях блаженства этих ступенях вот да как по йоге степенях их так в общем-то и очень часто называют не просто заповеди а именно ступенями блаженства до ступенечками шагами восхождения до блажен нищий дух когда ты познал что ты не такой хороший как прочие люди да когда ты об этом поплакал когда ты возжелал чего когда ты смирился с этим принял это стал кротким и смиренным и а ты что взалчил и алчба и жажда из вас жаждал чего правды бога истины всего самого светлого и тогда живя поэтому ты очистишь свое сердце душу как хотите да это дает и такой блаженный чистый духом душой то есть жизнью своей узришь бога об этом сам иисус говорил поэтому главная человека критерий который он должен которым следовать это чисто это алчба и жажда правда это состояние когда человек полностью признал что да он был до покаяния не такой как прочие человеке был совсем не идеальный мягко скажем да возможно много делал зла и нехорошего этой жизни человек решил изменить свою жизнь вас жаждал всего самого светлого и чистого и тогда он начнет познавать эту истину в теории и если будет реализовывать ее на практике вот иисус в той же нагорной проповеди сказал что слушающий не исполняющий это суетное дело пустой человек пустое дело до человек безрассудный построивший дом свой на песке который развалится обязательно вот поэтому вся эта приверженность школе понятно я сам грунт и если увидел этого человека еще раз повторюсь или в каком-то учении в какой-то практике ты видишь пользу конечно же отдаваться надо целиком этому да искренне целиком про то что сам православие когда меня укоряет я в нем пребывал три года так скажем да я всем говорил тоже что знаете когда я там пребывал на тот момент я искренне пытался его познать изучить я практиковал да по сути сам себя зомбировал я сам вербовал себя сам себе убеждал что вот это вот так что надо делать да и естественно приходило чувство такое искусственное что да все это правда вот смотри как хорошо какие храмы там как это богослужение такое вроде красивое но потом все понимал всегда все долго себе врать не сможешь все это не вечно и ты понимаешь что все это чужое тебе да ты начинаешь от этого отходить как бы ты искренне честно не пытался увидеть во всем вот как тут было в тексте написано убирать все сомнения до колебания видеть во всем не переставать видеть во всем эти пороки да нет все на виду все равно остается ты понимаешь бестолково всех этих движений да что все это ничего тебе ровным счетом не дает и поэтому что здесь приверженность школе да на тот момент когда ты каком во что-то веришь будь этому твердо и верен и так скажем до конца да и все прилагай всякие усилия достичь совершенства в том в чем ты хочешь быть совершенным да но если ты видишь что это тебя ведет не туда или еще что то что твоя школа что там и сложные учения одно или два пусть там не все плохое но ты хороший возьми плохой оставь ему и уйди оттуда вот поэтому тут вот приверженность школе да но она сегодня есть тем более когда ты сам на таком уровне тебе это что ты увидел кажется высоко но когда ты взошел на это ты понимаешь что здесь уже все ты понимаешь что да тебе это что-то дало но ты видишь что это дало но потом это куда-то не туда свернула тебе чтоб туда дойти вот именно как написано до духовного прогресса ученик должен дойти нужно быть не приверженцем школы а приверженцем истины в общем вот этот текст мне больше всего и вот это вот так называемый добродетели ли шах по второй ступени не ямы 2 ступени ступени йоги под названием астики то есть вера в гуру в писание во святых да так назовем более христианским словом понятным я вообще вот с тем что прочитал практически как видите не согласен да поэтому какое мое отношение ну как вы мое отношение в принципе мы узнали что это как игры всегда отвечая на вопрос ебены очередной раз мы увидели еще одну сторону при грань еще одну один шажочек йоги что это такое согласен ли я с ним вы уже убедились что в принципе я практически если я вот так это понимать то что я туда вкладываю в эти тексты прочитанные мною на некоем этом сайте то я конечно же в 90 процентах случаях если я понимаю так как понимаю я не согласен естественно если я сам не согласен могу ли я это рекомендовать практиковать христианам конечно нет я еще раз закончу подытожу я против слепой веры в якобы какие-то священные писания исполнению всего что там написано следование да я против слепой и рабовладельской такой веры и деятельной жизни своему гуру я против веры и и подражанию каким-то якобы до святым прошлого уж не горяких святых будущее вообще не пойму о чем здесь написано вот я против естественно и этого всего и в том числе если это не один гурой даже это целая школа целое учение точно такого же слепой веры слепого подражания принятия и следования до конца если так это подразумевается этой школе этому учителю этим святым этим писанием потому что все это на определенном этапе жизни человеку может показаться не истинной ложью искажением каким-то отхождением от истины и человек должен оставить это и идти своим путем это обязательно так что я рекомендую это я не рекомендую мои отношения отрицательные а рекомендую я следовать за своим чистым сердцем которое постепенно очищается то что еще не очистины познавать чистоту и до очищать свое сердце слыша голос божий в своей жизни конечно же слушая учителей какие-то школы каких-то людей да конечно же все это надо мы с вами будем разбирать следующих шагах как раз следующие видео будет посвящены чтению всякой литературы учителей поэтому естественно я отрицаю не само познание и приобретение знаний кого-то слушание да а я имею ввиду что если здесь подразумевается слепое все таки такое подло под подражанием поклонение исследования и причем до конца неважно на что ты увидишь в процессе этого следует я против этого а назидание конечно же мы все где-то должны получать и получаем особенно до тех пор пока ты сам не достиг совершенства видеть в мире нет 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 Субтитры создавал DimaTorzok